Вы смотрите новое утро. Мы обеспечим вам легкий подъем. Тем более, что просыпаться в хорошем настроении не так уж и сложно. Если в качестве будильника вы используете смартфон, то постарайтесь сделать так, чтобы музыка для пробуждения была приятной. Никакому организму не понравится, если его из сладких грез будут вытаскивать с помощью резких и раздражающих звуков. Теперь понятно, почему мой муж такой раздражительный по утрам. Он просыпается под сигнал полицейской машины, под сирену какую-то нереальную. Говорит, что иначе не проснется. Получается, что сигнал должен быть и приятным, и громким одновременно. А давай свой рингтон придумаем? Универсальный. Да, давай. Записывай. Сначала потихонечку. С новым утром. Просыпайтесь. С новым утром. Да, просыпайтесь. С новым утром. Все, я думаю, все проснулись. Ну, а после того, как вы проснулись, самое время позавтракать. И для этого отлично подойдет бутерброд с маслом. Так это же калорийно. Но зато очень полезно. Ну, если не веришь, давай спросим у эксперта. У Боярской Ларисы Александровны. Лариса Александровна, доброе утро. Скажите, правда ли масло есть полезно? Масло сливочное, натуральное, безусловно, очень полезный и нужный продукт для нашего организма. Ну, во-первых, это источник животных жирных кислот. Которых насчитывается около 150. Из которых 20, они незаменимы. Почему незаменимы? Потому что они не синтезируются в нашем организме. И единственный продукт, с которым мы можем получить, это натуральное сливочное масло. Ведь масло содержит холестерин, и вы все равно рекомендуете его есть даже детям. Тот холестерин, который входит в состав масла, он участвует в синтезе половых гормонов. Поэтому дети, подростки, очень важно, чтобы в ежедневном рационе содержалось, потому что идет период полового созревания. Ну, и люди, которые находятся в активном трудоспособном возрасте, тоже, как бы, такая вот гормоны тоже важны. Без холестерина не работают серотониновые рецепторы нашего головного мозга. То есть для мозговой деятельности тоже необходим холестерин. Но я повторюсь, именно вот в этих умеренных количествах. Спасибо большое, Лариса Александровна. Ну что ж, с сегодняшнего дня заводим новую привычку. Съедать на завтрак 10-20 граммов сливочного масла. Ну, это все прекрасно. Вот почему все-таки всегда бутерброд падает маслом вниз? Потому что масло тяжелее хлеба? Нет, потому что у нас столы слишком низкие. После того, как бутерброд опрокидывается с края стола, он успевает сделать неполное сальто. Перед тем, как приземлиться, ученые доказали, что если вы хотите, чтобы бутерброд приземлился маслом вверх, купите высокий стол. И насколько высокий такой? 2 метра 40 сантиметров, если быть точным. Потому что упав с такой высоты, бутерброд успеет сделать сальто на 360 градусов. А вот сколько сейчас градусов по Цельсию за окном, вы узнаете из метеопрогноза. КОНЕЦ